Привет, друзья! Сегодня ко мне пришли очень интересные автомобильные зарядники USB-зарядки для различных гаджетов. Ну, давайте посмотрим, что там внутри. А внутри находятся вот такие различные коробочки, в которых и находятся эти самые заряднички. Все эти зарядки от бренда Anton Power. Вот Anton Power. Если помните, у меня были обзоры на их удлинители. Здесь будет буковка E, если кто-то не видел, сможете перейти посмотреть. Реально классная техника, классная силовая техника в плане нагрузки. То есть напряжение, токи держат просто колоссально. В этом плане они мне очень и очень понравились. И поэтому решил себе заказать еще вот таких вот прибамбасов. Первым у нас будет вот такой вот зарядник. Зарядник у нас идет на два USB-порта. То есть два устройства одновременно можем заряжать. Это обычные два USB-сных порта без быстрых зарядок, безо всего. Выполнен он у нас. Передняя часть черная. Это у нас глянцевый какой-то пластик довольно-таки прочный, как мне кажется, по ощущениям. И вот такая вот металлическая, я так понимаю, алюминиевая гильза, рифленая. И также идет здесь логотип. И по характеристикам у нас тут указано, что выходное напряжение указано 12,24 В, что это очень хорошо. Выходное напряжение 5 В, 3 А максимальное. Но если быть точным, то на каждый порт он может выдавать 2,4 А максимум, а 3 А максимальное это на оба порта одновременно. Давайте вставим его в розетку, посмотрим, что будет. Должна быть светодиодная подсветка. Оп, пожалуйста, светодиоды работают. То есть вот таким вот образом она светится. Ну, довольно-таки прикольно, приятный свет. В комплекте с этой зарядкой идет 2 бумажки, гарантийник и инструкция. Больше, в принципе, ничего нет. У следующего зарядника в комплекте идет ровно то же самое. Гарантийник, инструкция, фирменная коробка и больше ничего. Выглядит он, в принципе, аналогично. Но, как видите, здесь 2 USB порта. Один из них USB Type-C, второй просто USB, но с поддержкой Quick Charge 3.0. То есть быстрая зарядка 3.0. Если ваши гаджеты поддерживают эту зарядку, то, естественно, вам нужен будет именно такой зарядник, чтобы ваши гаджеты заряжались быстро. Также заявлена работа от 12 и 24 вольт. 5 вольт 3 ампера выдаёт. Ну, естественно, это на оба порта одновременно. На каждый также 2.4 может выдавать. И Quick Charge 3.0 может выдавать до 12 вольт 1.5 ампер. А пока давайте посмотрим, что у него с подсветкой, как он выглядит. Итак, аналогичным образом светит приятный синевой. Ну и третий зарядник, он интересный самый. В комплекте у него также есть какие-то бумажки. И, как видите, ещё есть вот такой шнур. И что же он нам даёт? А даёт он нам следующее. С одной стороны камеры у нас вот такой вот зарядник с двумя обычными USB портами, которые выдают 2.4 ампера каждый. А на другом конце у нас вот такая вот приспособа, которую мы на прищепке можем повесить, например, на задний ряд, на переднее сидение задней стороны, для того, чтобы пассажиры на заднем ряду могли пользоваться зарядником и заряжать свои гаджеты. Здесь у нас также присутствуют 3 USB порта, 2 из которых на 2.4 ампера. А третий идёт у нас также и быстрая зарядка 3.0, Quick Charge 3.0, для зарядки быстрой зарядкой каких-то гаджетов, например, планшетов, телефонов, смартфонов. И предыдущие зарядки выдают у нас первый, который самый обычный USB порт, и он у нас 15-ваттный. Следующая зарядка 3.0 идёт 33 ватта, и вот эта зарядка общей мощностью даёт нам 52 ватта. То есть вот такая вот классная штуковина. Также она работает от 12-24 вольта, то есть можно будет использовать практически в любой технике. Длина кабеля составляет 1,8 метра, то есть, в принципе, этого расстояния хватит для решения большинства задач. Давайте посмотрим, как она у нас светится или не светится. Итак, подключаем, и что мы видим? А видим мы, что горит вот такая маленькая лампочка, еле-еле видно, бледно-бледно-голубого цвета. Её, наверное, даже и ночью будет плохо видно. И вот на этом, назовём её переноске, вот такой вот белый, прям чисто кипельно-белый светодиод стоит, чтобы было видно, куда тыкать. Так, ну, в принципе, можно было бы вот здесь, наверное, сделать ещё подсветочку, чтобы людям сзади было видно, куда совать свои гаджеты. Ну, вот на скорую руку эксперимента ради подключил я зарядник, прокинул кабель, даже особо его не прятал, вот он под сидушкой просто болтается. И вот сюда повесил сам зарядное устройство, сам вот этот удлинитель. Вот на клипсу он вешается, на кармашек, пожалуйста, можно подключать гаджеты. Можно повесить сюда, там, левее, правее, может быть, где-то ещё есть у вас какие-то кармашки. В принципе, куда вам захотится, туда можно будет его и повесить. Можно на эту сидушку, можно на ту, без разницы. И вот сейчас даже, кстати, я заряжаю свою камеру, на которую снимаю для вас обзоры. Всё работает, всё без проблем. Очень удобно, очень практично, потому что не на всех автомобилях, вот здесь вот сзади предусмотрены USB-порта. Сейчас мы находимся в ладе Vesta. Сейчас должна выйти скоро Vesta SV, так называемый универсал. И там как раз-таки планируется установка вот этих уже штатных USB-портов. Но в этом автомобиле, в седании их нету. Во многих автомобилях нету этих USB-портов. А детишки есть у многих, да или просто, может быть, кто-то с кем-то постоянно ездит. И люди используются гаджетами. И вот это очень удобно. Именно для этого я взял, потому что на заднем ряду у меня периодически сидят трое людей. Двое из них, так скажем, несовершеннолетние. И постоянно со своими гаджетами лезут, дай зарядиться, дай то, дай сё. И вот теперь, пожалуйста, у них будет возможность без проблем автономно, не беспокоя водителя, то бишь меня, заряжать свои устройства. Давайте посмотрим на ТТХ наших зарядников. Сейчас воткнутся зарядник с обычными двумя USB-портами. И, как видите, я выставил 2,4, ну почти 2,5 А. И показывает 5,09 В. То есть, во-первых, на самом тестере напряжение теряется. То есть, здесь чуть больше даже будет, чем 5,09. И 2,47, 2,48 А он выдает. Даже можно сейчас чуть попробовать побольше снять. Даже 2,7 выдает на одном порту. Но, как заявлено, 2,4. То есть, даже чуть больше, чем заявлено, он может выдать. И давайте сейчас попробуем снять 3 А одновременно. Ну, даже не 3, а чуть побольше. Сейчас у меня на первом порту 1,7 А. Так, и на втором порту видно там, вот так вот, думаю, видно. На втором давайте дадим тоже около 1,5 А. Чтобы общей суммой было у нас 3 А. Давайте даже побольше. Вот смотрите, здесь 1,7 А. И здесь 1,7. То есть, 3,4 А даже А выдает зарядник. Без проблем тянет. То есть, зарядник очень хороший. Даже учитывая то, что на тестах теряется небольшое напряжение. То есть, смотрите, даже 5,2 В, 5,04 В. Все, включились вентиляторы. Нагрузки нагрелись. И что касается самого зарядника. То зарядник даже и не собирается греться. То есть, для него это не критично. Это не может быть даже и не предел. По крайней мере, заявленные характеристики соответствуют действительности. Теперь посмотрим на второй зарядник с поддержкой быстрой зарядки. Итак, подключил я все. И давайте дадим теперь ток. Нагрузочку дадим. 1 А. 2 А. Также заявленный, что до 3 А он держит. 2,56 А. 2,9 А. 3 А без проблем выдает. То есть, заявленным характеристикам также соответствует. Но второго кабеля с USB Type-C такого у меня нет. Поэтому протестировать я его не могу. Но видим, что работает. И теперь давайте посмотрим быструю зарядку. Как он работает с ней. И для того, чтобы обмануть зарядное устройство и заставить его работать в режиме быстрой зарядки, нужно воспользоваться вот таким вот триггером. Если кто не видел, то здесь будет буковка И. Сможете посмотреть. Там будет обзор на этот триггер. Довольно-таки интересная штука. Рекомендую, если вам это интересно. Итак, смотрим. По умолчанию у нас он выдал 9,2 В. Не знаю, почему он так захотел включиться. Итак, выставляем быструю зарядку 3.0. И, как заявлено, у нас до 12 В. Он может выдавать, да? Сейчас у нас 5 В. Так, следующий режим 9 В. И давайте попробуем на 12. Есть 12 В. Показывает. И давайте дадим тока до 1,5 А, как заявлено. Пожалуйста. 1,52 А. И напряжение 11,9. Но опять же, напряжение, повторюсь, просадки и проходят вот в этом кабеле. То есть, выдает сам зарядник больше. Даже 12 немножко. Но это все в пределах погрешности. То есть, на 12 Вольтах 1,5 А без проблем выдает. А это ни много ни мало. 18 Ватт на одно устройство. Друзья, сами представляете, как быстро зарядится ваше устройство, если оно поддерживает быструю зарядку 3.0. Соответственно, если зарядка поддерживает Quick Charge 3.0, то она поддерживает и Quick Charge 2.0. Ну, давайте сейчас и попробуем. В принципе, вначале вы могли это видеть. Переключаемся в режим Quick Charge 2.0. Смотрим. 8,9 Вольта. Ну, 9 Вольт, грубо говоря, выдает на 1,5 А. Давайте посмотрим, что будет, если мы превысим токи. 3 А на 9 выдает. 3,3. Все. Запищало. Мы превысили нужные значения. Ну, а теперь давайте вернемся к этой зарядке с вот этим вот удлинителем. И забыл сказать, что вот этот вот карабинчик, на который вешается все это дело, он у нас съемный. Здесь также начнем с быстрой зарядки. Итак, на нашем триггере выставляем быструю зарядку 3.0. Смотрим, напряжение пока 5. Переключаемся на следующее положение. На 9 Вольт. Смотрим. 8,4. Здесь, кстати, оно регулируется по шагам. То есть, вот, по 0,2 Вольта. 9,2. 9,45. 9,6. Так, давайте сейчас поставим 12. 12 Вольт. Так, перескочил даже немножко. Давайте 12. 12 ровно. И попробуем дать ток. Что у нас будет? 1,5. 2, 3. 3 Ампера и выключается. Срабатывает защита, но это естественно. Так, ну давайте сейчас все-таки выставим, как положено, 12 Вольт. 1,5 Ампера. Вот, кстати, работает. 12 Вольт. 1,5 Ампера. Не выключается, не проседает. Без проблем тянет. Решил нагрузить я зарядку, но не особо у меня получается, потому что порты расположены довольно-таки близко. И триггер широкий. Не позволяет воткнуть туда ни тестер, ни удлинитель. Ничего другого. Здесь у меня воткнут сейчас напрямую на 2 Ампера нагрузочный резистор. Быстрая зарядка на 12 Вольт. 1,5 Ампера работает. Обычную зарядку я еще воткнул. Здесь у нас идет 5 Вольт, 2 Ампера. То есть, сами видите, какие нагрузки. Порядка 6 Ампера идет сейчас. И воткнул бы еще, но не позволяет места. Не хватает. Тестеры нагрузки, они у меня очень большие и не влазают. Но, в принципе, работает без проблем, без просадок. Если бы он был какой-то некачественный, не соответствовал заявленным характеристикам, то в любом случае напряжение проседало бы. Но просадки по напряжению мы не наблюдаем. Даже в режиме Quick Charge, в режиме быстрой зарядки. Так что устройство работает все замечательно. Пользоваться им можно. Зарядка очень мощная. Тянет без проблем, без перегрева, температур. Вообще не чувствую, что он даже тепленький. Они холодные. Реально холодные. А вот резистор нагрузочный. Все, палец не держит. Естественно, он раскаляется до красна. Вот. Так что зарядники, друзья, я вам рекомендую. Как я говорил, у бренда Anton Power силовая техника. То есть, если она заявлена там 2-3 Ампера, она будет эти 2-3 Ампера выдавать без проблем. Мы с вами разбирали удлинители, смотрели, какого сечения там кабели. Все реально сделано качественно и на высоком уровне. И эти зарядники, сами видите, своим зарядным характеристикам также соответствуют. Сидят хорошо, выполнены хорошо, светятся приятно. И тактико-технические характеристики у них просто на высоте. Ну, как, в принципе, продавец заявил, так все оно и есть. То есть, приобретением я доволен. Приобретению вам также их могу смело рекомендовать. Ссылочка на них будет под видео в описании. Можете посмотреть, если кому необходимо, даже заказать. Чтобы не быть обманутым на Алиэкспрессе, посмотрите вот это видео, где буковка И выкачет. Будет интересно. Ну, а на этом у меня сегодня, в принципе, все. Кому видео понравилось или было просто интересным, ставьте лайк, подписывайтесь обязательно на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте. Делитесь этим видосом со своими друзьями. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok